Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. О их точках роста рассказал вице-премьер Александр Новак. Он дал характеристику экономического и инвестиционного потенциала субъектов округа с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Слово я хочу предоставить главе республики Карачаев-Черкесия Рашиду Борисповичу Темрезову. Рашид Бориспович, я думаю, расскажет о уникальном горнолыжном курорте Архыз, который занял первое место в этом году по посещаемости, по своему развитию. В 2011 году, по тому же курорту Архыз, когда там не было ничего, это было просто действенное ущелье. И вот сегодня, в прошлом году, его посетило больше 1 миллиона человек по итогам 2023 года. Вообще, Карачаево-Черкесию посетило 2 миллиона 100 тысяч человек за 2023 год. Это Домбай, Тиберда, Кислоисточники, Архыз, соответственно. И, конечно, здесь при той очень серьезной, мощной, совместной работе правительства Российской Федерации, команды Минэка, команды Кавказ-РФ, конечно, региональной команды, мы бы этого всего не добились. Но все это благодаря тем поручениям, которые Владимир Владимирович Путин дал еще в 2009 году. Сегодня мы видим с вами результаты. Хочу сильно поблагодарить президента Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, лично вас, опять же команду Минэка, за очень главный для Карачаева-Черкесии проект. Я считаю, что на сегодняшний день он самый главный. Это строительство аэропорта. Сегодня в Доме правительства состоялась очередная сессия Народного собрания, на которой рассмотрели и утвердили ряд изменений в региональные законодательные акты. А также заслушали отчеты руководителей некоторых ведомств. Подробности в сюжете Артур Амхцы. Среди вопросов, которые рассмотрели на очередной сессии депутаты регионального парламента, изменения в законодательные акты об административных правонарушениях, гражданской и муниципальной службах, о физической культуре и спорте, охране окружающей среды. Также был заслушан отчет за прошлый год уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии. В адрес уполномоченного поступило 320 обращений устных, письменных, через социальные сети и по электронной почте. Все обращения были рассмотрены, по всем обращениям были даны ответы и проведена соответствующая работа. Кроме того, поделилась тем, чем занимается Уполномоченный, Институт Уполномоченного по правам ребенка в текущем году. Это направление карты действий субъектовых региональных уполномоченных, которые мы совместно с органами исполнительной власти, правоохранителями отрабатываем. По словам Марии Алакаевой, обращения к уполномоченному в основном касались прав на образование, социальное страхование и обеспечение, а также право жить и воспитываться в семье. Депутаты положительно оценили работу руководителя аппарата. Также представители регионального народного собрания рассмотрели необходимость создания в Карачаево-Черкесии молодежного парламента, который будет состоять из примерно трех десятков человек и решать вопросы, беспокоящие молодых людей. Молодежный парламент в первую очередь может помочь тем, что они лучше нас, взрослых, знают, что нужно молодежи, как это надо принимать. Они работают и живут в другом мире, и они опережают, может быть, в каких-то моментах немножко нас, старшее поколение. Поэтому мы будем прислушиваться и совместно принимать те решения, которые необходимы нашей молодежи. Создание в Карачаево-Черкесии молодежного парламента ведется шагом навстречу желанию молодых людей участвовать в общественной, политической, культурной, спортивной жизни родной республики. Их мнение представители старшего поколения обещают учитывать при разработке тех или иных законодательных актов. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил госнаграду «Знак отличия Ордена Святого Георгия 4-й степени» участнику специальной военной операции из Карачаево-Черкесии Руслану Беджеву, который сейчас проходит реабилитацию в Центральном военном госпитале имени Вишневского. Руслан Беджев – уроженец Аула Кубина. Старший сержант, заместитель командира взвода разведки. Он с первых дней несет службу в зоне проведения СВО. Много раз героически вытаскивал людей и технику из-под артобстрелов ВСУ. Несколько дней назад ему провели операцию. Отметим, это не первая государственная награда Руслана Беджева. Он был награжден медалью Суворова и медалью за отвагу. В Черкесске при участии региональных министерств по делам молодежи, а также промышленности, торговли и энергетики прошло чествование предпринимателей, которые задействованы в текстильной и лёгкой промышленности республики. Подробности в сюжете корреспондента Артур Мкце. Мероприятие, прошедшее в здании регионального отделения ДСААФ, было приурочено к празднованию Дня работников текстильной и лёгкой промышленности. Здесь можно было увидеть представителей десятков предприятий Карачаева-Черкесии, производящих продукцию, в том числе на нужды участников специальной военной операции. О необходимости поддержки специалистов данной отрасли рассказал руководитель профильного ведомства Мурат Гапов. Данная отрасль находится в зоне постоянного внимания нашего правительства, для нашего региона. Она очень важна, очень много людей вовлечены в эту сферу деятельности. Также по поручению главы республики Рашида Борисбива Четимрезова в прошлом году был проработан ряд мер в части облегчения налогообложения для этой отрасли. Всё это неизменно сказывается на развитии экономики нашей республики. От себя хочу пожелать сотрудникам отрасли технических и промышленных достижений. Впрочем, главной целью мероприятия стало информирование предпринимателей об открытии при непосредственном участии Министерства по делам молодёжи республики нового образовательного центра «Моя карьера». Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой работники отрасли получили куда больше представления о возможностях и направлениях, которые предоставляются обучающимся. «В рамках деятельности образовательного центра «Моя карьера» направлений их будет достаточно много по образовательным модулям и программам. Следует обратить внимание на то, что будет организована и проведена работа по направлению лёгкой промышленности. Это в первую очередь обучение программистов для отрасли лёгкой промышленности. Помимо этого, будет вестись работа по подготовке специалистов по направлению дизайн». А также по ряду других направлений, востребованных в текстильной и лёгкой промышленности. Таким образом, в регионе появится возможность для увеличения кадрового потенциала данной отрасли. Пока же представители предприятий Карачао-Черкесии получили от Республиканского профильного ведомства почётные грамоты за многолетний добросовестный труд, мастерство и вклад в развитие данного направления промышленности. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачао-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Карачао-Черкесия. 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 Карача-Черкесия. Карачао-Черкесия. 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 чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье. Нужно быть внимательным на дороге, чтобы ничего опасного не произошло. Ведь может случиться всё, что угодно. Всегда нужно соблюдать правила безопасности. Мы все очень ждём лето. Мои подруги, мои друзья, мои одноклассники. И при этом мы будем ехать отдыхать на море к родственникам. Отдых будет интересным, но и безопасным. И мы при этом должны соблюдать правила, которые мы учим с родителями и в школе. В летний период много развлечений. Катание на велосипедах, самокатах, роликах не всегда приносят радость. Помимо соблюдения правил, необходимы световозвращающие элементы. Поэтому автоинспекторы вместе с юными помощниками напомнили детям о необходимости использования светоотражающих элементов в тёмное время суток. Они объяснили, что такие элементы делают пешехода заметным для водителя. И это значительно снижает риск аварии. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Ахабецкий район. Фестиваль красок «Холли Дэнс» прошёл в Черкесске. Зажигательные танцы, весёлые конкурсы и незабываемые впечатления для детей. С яркими подробностями Майя Хамдохова. Ярко-красочное событие стало для детей настоящим праздником. Танцевальный фестиваль красок «Юга России» «Холли Дэнс» подарил массу впечатлений. Сплотить воедино детей и взрослых, устроить им весёлые игры с красивой патриотической песней – основная цель организаторов праздника. Каждый город по-своему выделяется. В Черкесске особый колорит. И очень дети активные, потому что в некоторых городах их сложно раскачать, развеселить. Здесь они, наоборот, заряжают нас позитивом, заряжают энергией. И нам очень просто проводить фестиваль. Мы сами получаем удовольствие от этого. И то есть даже не мы веселим детей, а, скорее всего, они нас. По словам самих участников фестиваля, такое яркое событие ещё больше поднимает их летнее настроение. Поиграть с друзьями, осыпать их разноцветными красками, улыбаться и веселиться – это всё, что надо детям. Вы первый раз на фестивале красок? Я первый. Я здесь второй и один раз была в лагере. И как вам нравится? Мне очень нравится. Конкурсы, мне нравятся танцы и, естественно, краски. Для создания цветных красок используется крахмал или кукурузная мука с некоторыми добавлениями пищевых красителей, которые легко отмываются, биоразлагаемые и абсолютно безопасные для детей. Говорят сами организаторы, которые не один год устраивают такие мероприятия. Какого цвета краски вам попадались? Синевая, оранжевая, жёлтая. Все цвета, там все жёлтые, красные, синие, все абсолютно фиолетовые, все цвета были. Ещё придёте на такой красивый фестиваль? Да, конечно, да, придём. Если немного уйти в историю появления разноцветных красок, легенда гласит, что данное мероприятие устраивали в Индии, где каждый цвет красок имеет определённое значение. Люди демонстрировали танцы и игры в честь победы, добра над злом и наступлением весны. А вот участники шоу в Черкесске уверены, что добро побеждает зло во все времена года. И пусть такая традиция сохраняется вечно. Да здравствует лето, самое жаркое, красочное и яркое. Майя Хамдохова, Михаак Аркелян, Вести Карачаева, Черкесия. Спортсменка из Карачаева, Черкесии Ариана Киргинян вошла в женскую юниорскую сборную России по футболу. С таким высоким результатом Ариану поздравил глава Карачаева, Черкесии. Такого успеха Ариане Киргинян удалось достичь благодаря своей преданности спорту, стойкости и ежедневному труду. Нашу спортсменку пригласили в женскую юниорскую сборную России по футболу среди команд до 16 лет. Ариана занимается футболом с 7 лет. За эти годы добилась немалых спортивных результатов. В 2023 году Ариана переведена в команду женского футбольного клуба ЦСКА Москва, откуда и была приглашена в сборную России, несмотря на то, что ей всего 13 лет. Сегодня в республике созданы все условия для профессионального развития юных футболистов, отметил глава региона. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Галка». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин